Микс Ньюс Здравствуйте, доброе утро, или уже, наверное, добрый день, уважаемые слушатели. Эта программа встретились, поговорили, сегодня проведу я, Олег Пьеком. И сегодня в нашей студии заслуженный деятель искусств России, директор Московского театра Опереты Владимир Тартаковский. Здравствуйте, Владимир Исидорович, добрый день. Добрый день. Мы о поводе тоже обязательно поговорим, конечно, о том, что вы приехали не просто так, а привезли один из репертуарных спектаклей театра Московской Опереты. Но я понимаю, ведь Московская Оперета, она является площадкой не только для классической Опереты, которую мы знаем, там, Офенбах, Кальман, Штраус, это еще и мюзиклы, то есть вот практически самые нашумевшие, метро, Ноттердам, это вот все в ваших рук дело, да? Ну, метро, Ноттердам, Рамон Джилетта, это были в свое время очень такие популярные проекты, но это были лицензионные проекты. А сейчас мы показываем Монте-Кристо, Граф Орлов, Анна Каренина, это наш продукт. Собственный продукт. Собственный, да, и сейчас вот Анна Каренина идет в Сеуле с корейскими артистами, то есть впервые. То есть это впервые, получается, что ваш продукт. Впервые у нас купили лицензию, сейчас интересы из Англии приезжают, вот как раз сегодня продюсеры, посмотрите Анну Каренину, то есть интерес в мире есть. Получается, что вы обычно Оперета всегда как будто бы действительно связаны с золотой, там, венской Опереты, вы идете в ногу со временем и, более того, опережаете, можно сказать, время, потому что мюзиклы ведь долгое время воспринимались именно как типично американские бродвейские шоу, которые просто адаптируются для, ну, других национальных... Ну, да, в Москве была компания, которая лицензионные мюзиклы привозила с Бродвея, но мы пошли своим путем, мы стали их создавать, учитывая, что у нас был опыт после Метро, Натердама, там, Рома Джулета, мы стали делать свои спектакли, и вот как бы сейчас в театре идут репертуарные спектакли, это и венская Оперета, это и современные спектакли какие-то, которые ближе к мюзиклам, и мюзиклы-проекты. Вот на данный момент это у нас три таких спектакля, это Монте-Кристо, Орлов, Граф Орлов и Анна Каренина. Я вот еще вижу в вашем репертуаре и очень интересные адаптации таких популярных советских фильмов, то есть «Собака на сене», «Любовь и голуби», которые тоже... Да, идут с большим успехом, ну «Собака на сене» – это Лопа де Вега, это не только фильм, это известная пьеса, но мы сделали музыкальный спектакль, который тоже там посещается очень хорошо зрителями и его очень любят, а «Любовь и голуби» – это был такой эксперимент, но он удачный, потому что фильмы, спектакли – это совершенно разные. Даже Владимир Меньшов, который пришел к нам на спектакль, он сказал, что я не ожидал, что можно сделать так по-другому, но так близко. А еще я вижу, ну вот в вашем репертуаре, конечно же, и вот такие необычные, я бы сказал, действительно, для опереты, кажется, название как доходное место, то есть это, в принципе, как пьесу Островского можно сделать в виде... Ну, оказалось, что можно, и получился замечательный спектакль, и музыка Гладкова, безусловно, украсила, и Левретта Юлия Ким написала, и все стихи очень прям по-островскому. И это вот предпоследняя наша премьера, и очень хорошие отзывы, и зал полный, а зал у нас самый большой в Москве, но я не беру большой театр, у нас там больше полутора тысяч мест, это такая, в общем, большая площадка. И, насколько я знаю, достаточно хорошо показывают себя мюзиклы именно вот с точки зрения посещаемости, потому что Монте-Кристо стал, насколько я знаю, одним из самых прибыльных в 600 миллионов рублей. Ну и Монте-Кристо, они все были с точки зрения финансово очень удачны и быстро окупались, хотя каждый из них стоил порядка 3 миллионов долларов, но они быстро окупались, и вот Монте-Кристо было 10 лет, мы играли его каждый месяц сейчас в течение года, как бы праздновали десятилетие этого проекта, и билетов не было, было все продано. Я думаю, что мы в следующем году, после Нового года, будем его играть, параллельно с Анной Карениной. Для репертуарного театра у вас действительно достаточно необычный такой маркетинговый ход, когда играют со спектаклей блоками, то есть это всегда традиция, скажем, мюзиклов, понятно, Бродвее, там мюзикл выжимается досухо, он играется каждый день, пока вот не заканчиваются зрители. Мы растягиваем удовольствие. Да, но у вас вот по 2 недели, по-моему, такие. У нас играют по 2 недели, и в среднем каждым из этих спектаклей мы играли 4 года, то есть как бы 4 года каждый месяц по 16 спектаклей, потому что, во-первых, есть еще 20 названий репертуаров, которые надо играть, а во-вторых, вы знаете, артисты не хотят расставаться с этим спектаклем. И если бы мы играли каждый день, ну, наверное, мы бы годик-два поиграли бы в хорошем таком режиме, но сами артисты просят, они говорят, ну, не хотим терять спектакль, давайте как-нибудь лучше. Потому что мы там не каждый день, но плюс многие из них заняты в фильмах, в съемках, и нас тоже это устраивает режим. И 4 года – это такой хороший срок для спектакля, который в таком режиме играется. Ну, Анну Каринину мы планируем 5 лет играть. Ну, я понимаю, что если будет интерес, а насколько сложно вывести эти спектакли, учитывая то, что... Ну, Монте-Кристо мы привозили сюда. Да, я знаю. Мы играли в Риде, но это был такой, ну, будем говорить, выездной вариант. Он визуально не сильно отличался от спектакля московского, но декорации были облегчены, мы какие-то там замены сделали, потому что то, что идет у нас на сцене, конечно, это надо дня три собирать только. А здесь мы многое перенесли на проекции, на экран, и хороший такой вариант получился. Мы были и в Риде, и в Таллине, и по России много ездили. А Анну Каринину, я думаю, пока вывести невозможно, потому что он очень сложный технически, и много экранов, все двигается, все, там, компьютеры, ну, в общем, сложный. Ну, и плюс мы его играем каждый месяц, поэтому, конечно, мы пока гастроли не планируем. Но насколько отличается, например, вот культура похода на мюзиклы? В одном из интервью вы говорили, что на Западе, в Соединенных Штатах Америки, люди чуть ли не за полгода покупают билеты на мюзикл, и это, в принципе, ну, вот совершенно нормальное явление. А в России, скорее, ну, такая тенденция купить в последний момент, буквально за пару дней до представления. Ну, да, нет, такая тенденция не только по нашему театру, по всем театрам, что в день спектакля продается достаточно много билетов. Но в сезон с октября по апрель на Монте-Кристо и на Анну-Корейну билеты покупают вперед. Уже летом немножечко меньше этот процесс, но день в день добираются практически до аншлага. Ну, видимо, люди у нас не планируют вперед свою жизнь. Ну, или я могу предположить, что все-таки в Москве очень большое количество посещающих спектаклей, это приезжие туристы, которые, ну, может быть, просто им удобнее сразу на месте, приехав там. Нет, ну, конечно, сейчас мы сделали все, как бы, условия для того, чтобы билет можно было заказать заранее из любого города. У нас очень много иностранцев заказывает перед приездом в Москву, и из Нермании, и из Англии, даже из Америки, потому что у нас есть сайт на английском языке, и все это можно сделать. Ну, знаете как, это необъяснимо, но вот в день спектакля можно продать 400-500 билетов иногда. Ну, правда, это больше вот как бы летом. Все-таки в театральный сезон люди планируют, понимая, что раз столкнулись, что билетов нет в последний момент, два столкнулись, начинают заранее. А вы сказали, что есть сайт, где можно заказать билет. Вот насколько современные технологии, они позволяют, ну, действительно, вот сделать более доступным, потому что раньше, ну, просто я сразу вспоминаю свои студенческие годы, когда мы там ходили, штурмовали там какие-то популярные театры, там нужно было ночь стоять, там, когда открывались кассы, билетные кассы. Это всегда было... Ну, сейчас все, конечно, по-другому. Сейчас можно зайти на сайт, заказать билет, оплатить его и прийти с ним. Мало этого, мы, наверное, первые вот в стране сделали динамический тариф. То есть, если ты покупаешь заранее, то цена одна. Знаете, как вот на самолеты. Ближе к спектаклю цена поднимается, но она зависит не только от времени, а от того, насколько выкуплены остальные билеты. Вот, грубо говоря, у нас 8 поясов ценовых в зале. Выкупили половину пояса, цена сразу поднимается. Еще 25% выкупили, она еще поднимается. И вот мы как бы стараемся стимулировать людей покупать заранее. Это будет им и подешевле, и понадежнее. А скажите, вот насколько специфика действительно, ведь, для спектакля, в котором занято большое количество артистов, всегда, ну, спектакль обычный, драматический актер, в принципе, может сыграть, даже если у него высокая температура, если он, там бывает, что там выходят и, ну, в очень таком больном состоянии. Но вот насколько специфика действительно то, что в вашем театре необходимо петь, это усложняет ситуацию? Ну, безусловно, вокалист в больном состоянии, он не сможет, ну, может быть, он как-то спеть сможет, но не так, как нам надо. Поэтому у нас несколько составов, и мы всегда этого придерживались. У нас нет ни одного спектакля, чтобы на роли был один исполнитель. Потому что под угрозу ставить спектакль мы не можем. Тем более, такие, как Монте-Кристо, Анна Каренина, просто там даже поменять на другой спектакль мы не сможем. Там такие декорации, мы сутки собираем их, потом сутки разбираем. И в репертуарных спектаклях тоже есть несколько исполнителей, а есть роли, где три исполнителя, как минимум, например, «Модель в летучей мыши» или «Арсена в цыганском бароне». Это сложнейшие мировые вокальные партии. И, безусловно, их надо петь в здоровом состоянии. Плюс это партии женские, у женщин бывают свои критические дни. И поэтому мы держим запасные составы и стараемся, чтобы они были равноценны. — Но вот я слышал о том, что во Франции, в Париже, когда ставили «Ромео Джульетту», там из 300 спектаклей получалось, что все-таки главная вокалистка сумела взять 290. — Она спела из тысячи спектаклей, она спела 900, чуть ли не 50. Ну, там, понимаете, какая вещь? Там немножко другая система. Там у нее нет второго исполнителя. Есть из массовки, есть свинг, который может худо-бедно ее заменить. А иногда даже двое. Но просто девочка крепкая оказалась, плюс там нет такого вокала, как в классической оперете. Все-таки это более эстрадный вокал. И, ну, вот ей так удалось. Это достаточно редкий случай. У нас все-таки мы играем практически всегда в очередь. Вот у нас три Анны Каренины, потому что одна из них, Катя Гусева, она много в съемках занята. Лера Ланская тоже много в съемках. Еще одна замечательная девочка, Ольга Беляева. И так как их три, то мы ставим их в определенную очередь, но у них равное количество спектаклей. Но они и равноценны. В одной одни достоинства, в другой другие. У каждой есть поклонники, фанаты. Поэтому их это тоже устраивает. Шесть спектаклей в месяц за две недели – это нормально. Ну, вот вы сейчас упомянули действительно актеров и актрис, которые действительно являются звездами. Получается, что репутация театра такова, что актеры, я понимаю, что ведь они не являются актерами театра. То есть они приглашенные, да, звезды? Такова, что приходят именно на проекты. Очень высокая конкуренция. Ну, у нас когда был кастинг на Анну Каренину, они все приходили, там было порядка тысячи с чем-то человек. И та же Катя Гусева, несмотря на то, что она перед этим пела Екатерину в «Графе Орлове», она точно так же проходила кастинг. Или «Эрландская», которую Елизавету пела в «Графе Орлове», она тоже проходила кастинг. Потому что каждый новый проект, он как бы требует какого-то желания артиста в нем участвовать. Если мы будем, знаете, брать без кастинга, то это не совсем правильно будет. Потому что те артисты, которых мы отобрали, которые прошли такой кастинг, которые прошли волнение, которые сопутствуют любому конкурсу, они по-другому относятся. Они сами этого хотели, и они это выиграли. А если мы будем брать со стороны, знаете, приглашенных звезд, ну, звезда, она и звезда. Появляются капризы, появляется другое отношение немножечко. Типа она нас спасает. Хотя, должен сказать, все эти проекты, при всей моей любви к Гусеву, и Кланской, ко всем звездам, которые у нас, ходят на спектакль. Мы, так как зал всегда полный, нет различия в составах. И каждый зритель находит прелесть в том составе, который он увидел. Поэтому они сами самодостаточные спектакли. Но мы всегда рады, когда, конечно, хорошие актеры к нам приходят. Мы сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в студии директор театра «Московская оперета» Владимир Тартаковский. А мы продолжаем программу «Встретились, поговорили». Заслушанные деятели искусств России, директор театра «Московская оперета» Владимир Тартаковский сегодня в нашей студии. И 9 числа в Дзентере будет показан один из спектаклей театра «Московская оперета» и «Гранд Канкан». И я сначала, честно скажу, думал, что вы специально вставили фрагмент Раймонда Пауса, но для латвийской публики, как-то ромаж. А тут вдруг я понимаю, что на самом деле он у вас давно уже был поставлен в репертуаре. Знаете, в театре «Апереты» во все годы в репертуаре был большой шоу-концерт. Когда-то он назывался «Аперета-Апереты», и там было больше «Апереты». Потом это был большой «Канкан», сейчас это «Гранд Канкан». То есть мы делаем такой ребрендинг периодически. И вот этот номер, он идет у нас, наверное, уже больше 10 лет. Потому что он замечательно поставлен, и балет, и солисты там в нем, ну, как бы он совершенно необычный и очень заводной. И солисты меняются, а номер остается. Потому что когда мы формируем программу, всегда все просят его оставить. А так вообще «Гранд Канкан» это шоу, в котором по истечении времени уже не только «Аперета», но много из мюзиклов, из самых разных музыкальных направлений много номеров. И он такой эксклюзивный. Мы его играем всего один раз в месяц. Потому что собрать всех солистов, которые заняты в этом спектакле, всегда крайне сложно. Потому что понятно, что у них есть и гастроли, съемки, еще какие-то вещи. А тут их просто огромное количество. Безусловно, мы почти весь коллектив практически занят в Москве вот в этом представлении. Конечно, мы сюда не смогли привезти всех. Но тоже так достаточно большое количество. Но мы всегда, когда ездим, мы приспосабливаемся к той сцене, которая есть. Если бы мы привезли всех, нам бы не хватило сцены в зале «Дзинтере». Поэтому мы отобрали номера, которые спокойно можем здесь показывать. Номера все замечательные. Это шоу, это красочно, это очень красивые костюмы. Это замечательная музыка. И мы привезли всех молодых артистов, молодых, средних поколений, на которых сегодня держится репертуар театра. Которые заняты практически во всех спектаклях. И многие из них заняты и в «Монте-Кристо», и в «Ване Карениной», и в классических оперетах. И многие ведут большую концертную деятельность. Есть ребята, которые в «Голосе» были наши артисты. То есть это будет молодежь, это будет задор, энтузиазм. В общем, я думаю, что это будет интересно. Но вот такое сочетание оперетты и мюзикла для одного артиста, оно по силам? Потому что ведь разные... Вот вы уже говорили о том, что это есть академические вокалы, эстрадные. Вот знаете, есть артисты, которые могут сочетать. Вот, например, там Паша Иванов, наш артист, он поет главные партии в «Цыганском бароне», он поет во многих классических «Мистера Икс», он поет. И в то же время он играет фан-фан тюльпана в «Фан-фан тюльпане». Он играет еще в целом ряде мюзиклов главные роли. Он играет в доходном месте, главную мужскую роль, и поет совершенно в другой манере. Вопрос в том, что есть артисты, которые могут это сочетать, а есть артисты, которые после мюзикла, например, классику, не могут спеть в течение недели. Ну, мы подбираем, тренируем, учим. Вот, поэтому программа будет очень разнообразная, и там будут и эстрадные номера, и классическая оперета, и мюзиклы. Ну, я думаю, что понравится зрителям. А вот если вернуться немножечко в прошлое, ведь я знаю, что вы закончили, на самом деле, в Плехановку, и вообще вот вы работали в Министерстве торговли России. Ну, это было давно после института. И вот каким образом вы оказались, ну, вот так сложились звезды, судьба изменилась? Ну, знаете как, я действительно закончил финансы и кредит в Плехановский институт, работал в Министерстве торговли, но как-то не получал от этого удовольствия. А у меня отец, он был директор театра Вахтангова, но в то время еще директор областного театра драмы, вот в Кузьминках здание, в котором сейчас театр, это строил он. И вот потом только он перешел в театр Вахтангова, его позвал Ульянов Михаил Александрович, а сейчас-то в Кузьминках театр Безрукова. И знакомых было много, и я встретил случайно совершенно замдиректора театра Моссовета, он говорит, что тут в Министерстве, иди к нам, нам нужен там главный администратор. Но в Советы я не пошел, а так получилось, что я пришел в оперету, это был 1975 год. Ну и вот с тех пор главный администратор, замдиректора, директор распорядительный, потом директор, сейчас генеральный директор. В общем, так вот в театре всю жизнь так неожиданно прошло. А в советское время, вот к оперете отношения, насколько было ли по какой-то подозрительной, потому что ведь все-таки оперета, особенно венская, она прославляла, ну вот какую-то буржуазную жизнь, показывая ее прелести, и вот я бы сказал, ну вот языком Владимира Ильича Ленина, что вот пролетарского вот не было в ней чего-то такого. Ну, знаете, в искусстве всегда находят какие-то пути все-таки выживания. И вот в свое время Ерон, который создал этот театр, он на одну вот такую буржуазную венскую оперету ставил там 5-6 спектаклей советских композиторов на актуальные какие-то темы того времени. Так вот этот театр и выживал. И если помните, вот как бы были советские опереты, Дунаевский, Милютин, Колкер, то есть огромное количество композиторов работало с этим театром. И появлялись очень хорошие, там, Белая Акация, там, Москва-Черемушки, Шостакович. То есть репертуар стоял примерно одна треть классика, две трети это советская оперета. Ну, а потом, когда началась перестройка, на это уже, конечно, никто внимания не обращал, но вообще театр был заточен на классическую оперету, на академический вокал. Ну, собственно, с появлением мюзиклов начали какие-то пробы артистов в другом направлении. У кого-то это замечательно получилось, а кто-то замечательно поет классическую оперету, а в мюзиклы даже и не приходит пробоваться. Потому что понимает, что, ну, как бы он не сможет в такой манере спеть. И поэтому вот так родился такой театр с двумя направлениями, мюзиклы и опереты, и мюзиклы-проекты, которые, когда я понимаю, что его можно продавать в течение двух недель как минимум, то это мюзикл-проект. И, соответственно, и подход к нему такой, и реклама такая, и все. Остальные спектакли все-таки репертуарные, они идут там два раза в месяц, что нормально для репертуарного театра, и все как бы вот сочинается. Но скажите, в какой момент вы поняли, ведь очень легко взять франшизу мюзикла зарубежного, перенести его, получить там, ну, как бы декорации, костюмы, либретто, музыку, и дальше уже по этой налаженной машине. А в какой момент вы поняли, что можно попробовать самим, ведь, ну, насколько ведь это был действительно революционно, и Анна Каренина, и Монте-Кристо, и Граф Орлов. Это, ну, вот какой-то свой, вот именно свой материал, свои исторические реалии, свои композиторы. Ну, дело в том, что и «Метро», там, и «Ноттердам», и «Рамуа Джулетта», эти были лицензионные проекты. Я не могу сказать, что они были легкие, потому что мы сами делали декорации, мы их приспосабливали, мы их адаптировали. «Метро» мы сделали нашу версию, вообще как бы по многим параметрам поменяли. Ну, собственно, и во всех спектаклях мы, может быть, в меньшей степени в «Ноттердаме». «Рамуа Джулетта» тоже у нас был сделан немножко не в том виде, в каком он шел во Франции. Но свои делают намного интереснее, потому что это совершенно другой процесс. Задумывается тема, начинается написание, начинает придумываться, выстраиваться, подключается команда. То есть это гораздо интереснее, это абсолютно творческий процесс. А лицензионные – это перенос творческого процесса, который был произведен уже без тебя где-то. И, конечно, свое делать это гораздо интереснее. Плюс, мне кажется, это совершенно по-другому развивает и жанр, и театр, потому что у нас есть своя специфика, у каждой страны есть своя специфика. И по-другому шутки звучат, ну, все по-другому, свой менталитет есть. Поэтому вот сейчас мне много предлагают там даже иностранцы, а возьмите вот такую лицензию, такую, давайте вот это сделаем. Но это неинтересно, и поэтому есть свободные площадки, пусть они этим занимают, собирают команду и делают перенос. Потому что когда делаешь перенос, это не творческий процесс, это делается в основном ради бизнеса, чтобы заработать денег, получить дивиденды. У нас все-таки процесс более творческий. Мы государственный театр, и внутри театра государственного придумалась такая бизнес-модель, которая помогает жить этому театру. Мы зарабатываем деньги на мюзиклах, откладываем на новые проекты, поощряем артистов, создаем новые спектакли, репертуарные. То есть, ну, это совсем другое, это совсем другое. Ну, вот Метрополитен Опера, например, делает трансляции своих спектаклей. Вы не думали о такой вот форме? Я вам скажу сейчас, значит, снять, качественно снять мюзикл, это даже сложнее, чем снять качественную оперу. Потому что больше движения, передать энергетику очень сложно. Мы трансляции прямые не делали. Мы один раз попробовали, посмотрели, что это такое, и поняли, что это антиреклама. Мы отсняли не так давно с корейцами вместе Анну Каренину и сделали киноверсию. Причем снимали 4К, все как полагается. И показывали в России, в 28 городах кинотеатрах, в Корее показывали, показывали в Америке. Сейчас в Канаде будем показывать, в Европе. И плюс мы выложили это на ИВИ, на ОКО, на все электронные носители. Можно на всех электронных носителях скачать Анну Каренину и посмотреть. И это абсолютно другое качество. Это огромное количество камер, экрана, эти самые, как они называются, все есть. Дроны или что-то? Ну да, да, да. И крупные планы. Ну все, так не снять. Вот знаете, это большая подготовка и несколько дней съемок. Точно так же мы сейчас отсняли Монте-Кристо, хотя он был у нас сделан первым каналом. Но время идет, появились новые технические средства, которые лучше передают. Вот сейчас мы монтируем, я думаю, где-то в октябре уже мы покажем и Монте-Кристо. И это гораздо лучше, чем прямая трансляция. Потому что есть возможность передать вот все составляющие спектакля. Я уж не говорю о музыкальном материале, конечно. А вот говоря про музыкальный материал, вот как вы работаете, вот Геннадий Гладков, я знаю, что над спектаклем продолжения Ромео Джулетты, вот Укупник работал. Вот насколько вот это приглашение влияет, ну, выбор композитора, который должен написать музыку, как вот вы с ним контактируете? Ну, с Аркадием Укупником и с Кареном Кавалерианом, который написал «Лебретто», я много лет дружу. Карен Кавалериан написал «Джанейр», который, кстати, мы привозили сюда, но с музыковиками Брейдбурга. А Укупник – это первая его проба. Ну, а мало кто знает, что Укупник очень написал много музыки к фильмам, причем очень много хорошей к музыке и к хорошим фильмам. И вот этот опыт помог ему сделать очень интересный музыкальный материал. При этом я всегда, когда мы что-то начинаем, я всегда говорю и либратистам, и композиторам, что если не обижали, что если не будет получаться, мы не будем это ставить. Но здесь, когда работа была как бы уже даже в процессе каком-то, было понятно, что это можно из этого сделать спектакль. Что и получилось, и с огромным успехом, вот премьера состоялась у нас в начале июня, замечательный спектакль получился, отзывы хорошие. И я думаю, что Укупник будет еще писать музыку и дальше к мюзиклам, потому что у него это получается, плюс он вдумчивый такой, знаете, сам себе вкопается, хочет улучшить. В общем, ответственно подходит. В мюзиклах, я ведь понимаю, не только поют, но и разговаривают. То есть это, в принципе, музыкальные номера, между которыми происходит тоже действие театральное. Ну, они бывают разные. Вот Анна Карина, Монте-Кристо больше все поют. В «Ромео против Джульетта» есть много диалогов и в стихах. Так же, как Джанейр, потому что все-таки писал один либротист, манера у него как бы такая своя есть. И много разговоров на стихах, и для артистов это сложно. Но потом, когда получается, все очень симпатично выглядит, убедительно. А есть такие, как вот «Любовь и голуби», там разговоров больше, чем поют. Но важно даже не вот это соотношение, а важно, чтобы пели в тех местах, где надо петь, где нельзя не петь. Понимаете, потому что когда на сцене человек вдруг запел, это всегда немножечко странно. И вот главная задача и авторов, и режиссеров сделать так, чтобы вот этот переход от разговора к пению был абсолютно естественный. И зритель понимал, что вот именно так и должно быть. А вот, кстати, видели ли вы картину «Рокетмен» про Элтона Джона? Да, видел. Вот мне показалось, что именно здесь удача картины была в том, что они не просто вставили куски песен Элтона Джона, но они вплели их в сюжет так, что как-то... Ну да, абсолютно. Это очень важно. Так же «Мама Мия», между прочим. Там же музыка была написана совершенно для другого. Но хотя сюжеты простенькие, но удалось, естественно, вплести музыку. То есть, ну вот в этом и заключается мастерство. Это непросто. Ну вот должна ли быть оперета состоять только из хитов, ну вот как Абба, вот хиты-хиты-хиты-хиты, или, ну вот, обязательно ли должна мелодия быть какой-то навязчивой, навязчивым хитом, который остается в памяти зрителя? Ну, знаете, это желательно. Это не всегда получается, и не у всех. Это вообще большая редкость. Ну, я не беру Абба, потому что у них каждая их песня, это был хит самодостаточный и без всякого спектакля. А вот, например, если взять «Фантом» в опере, то там основная вот тема, она потрясающая, и, безусловно, это хит. Точно так же, как «Бэль» в Ноттердаме. Там есть еще много хорошей музыки, но именно эти две вещи стали хитами. А есть замечательные мюзиклы, где нет хитов таких. Хотя все хотят, но, тем не менее, ну, та же Анна Каренина, там, понимаете, какая вещь? Вот если бы «Фантом» в опере эту музыку, эту песню не крутили все время на радио, она бы стала хитом? Неизвестно. Неизвестно. Хит рождается, если там все время ротация идет, и все время она на слуху, то она становится хитом. А из мюзиков очень редко радио нам вообще говорят, что мы не формат. Даже когда мы делали Ноттердам, в России не хотели крутить «Бэль», потому что она неформатная. Она идет там четыре с половиной минуты, а это больше, чем формат там радио. И мне все говорили, руководители всех, там, и «Европа плюс», и там, русская радио, что мы рейтинг подорвем. Я им сказал, что будете крутить по заявкам зрителей. Так и получилось. Это надо сказать, что, ну, только из утюга не звучало «Бэль». И это тоже, между прочим, в какой-то момент мы поняли, что это тоже играет против спектакля. Потому что многие, с кем я говорил, кто не был у нас на Ноттердаме, они говорят, а зачем мы «Бэль» слушали? Все, что нам ходить-то? Время терять. Потому что они решили, что есть только одна вот вещь. А вот, например, от Амана Каренина, у нас же много отзывов, их тысячи. И для каждого неожиданно, для одного вот это хит, для другого это хит, для третьего это хит. И сам спектакль, он такой хитовый. Несмотря на то, что по радио не крутится никакой музыкальный материал из Аны Карениной. То не хотят они брать, ну и не надо. Нам главное, что зрителям нравится, они к нам ходят на спектакль. Ну, наверное, да, в этом есть специфика мюзиклов, что часто бывает, что он производит впечатление, ну вот как одно целое, а вот что-то вытернуто из него. У Эбера тоже много мюзиклов, но хитовыми стали там один-два номера, понимаете? Это же тоже загадка, какая песня станет Шлядером, да? Черт, никто не знает. А вот меня удивило, почему именно Корея проявила такой интерес к Анне Карениной? И вот, как казалось бы, вот совершенно... Я вам скажу, ситуация очень простая. Дело в том, что в Корее, в Сеуле бум мюзиклов. У них каждый вечер в театрах идет порядка 70, а в некоторые периоды до 100 мюзиклов. И основная проблема у них – это найти площадку. У них идет много бродвейских мюзиклов, у них идут французские мюзиклы, у них идут свои какие-то уже попытки мюзиклов. И когда у нас появилась Монте-Кристо, их продюсер попал, к нам увидел, ему очень понравилось. Мы ездили в Корею с Монте-Кристо на большой фестиваль и получили вот все гран-при и спектакль, и женская роль, и мужская роль, и вторая роль. Вот все получили. Но как-то так не складывалось, потому что проекты дорогие, и площадку очень сложно найти. Вон, когда у нас мы запустили Анну Каренину, он пришел в восторг от этого спектакля. И у них одна большая площадка, такой опера-хаус, огромная, там, 2200 мест, объявила конкурсный проект. Там, январь-февраль месяц, сейчас не помню, 18-го года. И он нам позвонил, говорит, если я подам заявку, он говорит, надежд нет, потому что там полбородвея, Франция, но реально будет осуществить, если вдруг наш проект выиграет. Ну, мы прикинули, говорим, да, в принципе, реально. И он вдруг звонит, говорит, знаете, мы победили. И в течение там полугода, ну, декорации делали в России, потому что там такие технологии, даже в Корее сказали, мы ничего сделать не сможем. Поэтому декорации, все компьютерные оснащения, все экраны, все делали в России. Костюмы они сшили у себя, потому что, ну, проект дорогой, они решили, что они у себя сэкономят. Ну, это такое подобие наших, будем так говорить. Провели кастинг, мы туда летали, туда я послал режиссера, хореографа, всю постановочную группу. Ну, отобрали артистов, у них тоже есть своя специфика, у них обязательно должна быть звезда. Потому что ходит не так вот прям, она звезд, обязательно. А звезды у них достаточно капризные, тут тоже были сложности. Но их так захватил материал, что они капризы отбросили. И вот они сыграли сто спектаклей подряд в прошлом году. Вот сейчас, в мае-июнь, они играют еще сто спектаклей, это уже другая площадка. А теперь на следующий год забивают еще одну площадку и предлагают Монте-Кристо тоже как бы осуществить такой проект. Поэтому, как бы, учитывая, что у них очень любят мюзиклы, и у них прям бум, у них реклама мюзиклов везде. Ну, что же, у нас на самом деле заканчивается время. Директор театра Московской опереты Владимир Тартаковский сегодня был на студии. И 9 числа в Дзинтере можно будет посмотреть лучшие практически фрагменты из классических оперет и мюзиклов «Гран-Кан-Кан». 9 числа приходите, а вам огромное спасибо. Спасибо, спасибо, ждем всех.